Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас с вами дисциплина маркетинг, тема сегодняшнего занятия управления системой маркетинга, специально с маркетингом. Итак, давайте сначала разберемся с таким понятием, как маркетинг. Что это такое, что это значит и с чем его едят. Маркетинг – это удовлетворение потребности потребителя путем обмена. Запомните, это классическое определение. Маркетинг – это ни в коем случае ни реклама, ни продвижение, ни пиар и ничего в этом роде. Это исключение удовлетворения потребностей потребителя. Основная задача маркетинга состоит в том, чтобы минимизировать усилия потребителя для нахождения товара, который в конечном итоге будет употреблен или использован для удовлетворения его потребностей. Главная цель – это достижение такого уровня знаний и пониманий покупателя, когда предлагаемые вами товары и услуги им жизненно необходимы и продают сами себя. И не нужно прикладывать никаких усилий для того, чтобы убедить покупателя в том, что ему нужен этот товар и ему жизненно важно, необходимо его приобрести. Ну и главный результат – это, конечно же, готовый к покупке потребитель. И все, что вам остается сделать – это просто продать ему тот или иной товар. Существует в маркетинге пять основных функций – планирование, организация, мотивация, координация и контроль. Функция планирования подразумевает распланировку бюджетов, сроков и усилий, которые должны быть приложены для организации и наладки работы службы маркетинга в компании, ну и компании в целом. Организация – это вторая функция. Здесь уже речь идет о том, как непосредственно внедряются все те разработки, которые были определены на стадии планирования. Мотивация подразумевает под собой мотивирование сотрудников, контрагентов и покупателей даже через различные стимулирующие мероприятия для слаженной работы всех троих. Координация. Четвертая функция подразумевает под собой координацию всех аспектов служб, поставщиков, подрядчиков, контрагентов, отгрузчиков и так далее, для того, чтобы система работала и приносила деньги. Ну и соответственно, пятая функция контроля подразумевает под собой контроль исполнения всех обозначенных на первом, втором этапе и даже третьем этапе службы подразделения для того, чтобы в конечном итоге была достигнута изначальная, первоначальная поставленная цель. В маркетинге существует ряд базовых понятий. Первое понятие – это нужда, с чего все начинается. Чувство, испытываемое человеком, нехватки чего-либо. Мы все хотим есть, пить, спать. Это все наши базовые нужды, исходя из них уже формируются потребности, которые приобретают определенную специфическую форму под влияние места проживания, культуры, круга общения и так далее. К примеру, в Казахстане у нас считается нормальным употреблять мясо лошади в пищу, но если мы повернем земные шарики и обратим взор на Соединенные Штаты Америки, к примеру, там это будет считаться кощунственной дикостью, опять-таки культурой. Третий спрос или еще запрос его называют – это потребность, которая подкреплена финансовой способностью, ну или проще говоря, количеством денег в вашем кармане. Вы хотите пить, у вас в кармане 200 тенге, вы заходите в магазин, вам хватает на бутылку минералки, но не хватает на бутылку, допустим, Кока-Колы. Соответственно, перед вами мог бы стоять выбор, но исходя из количества денег в кармане, понятно, какое решение вы примете. Товар – это все, что может удовлетворить потребности и предлагается рынку. Обмен – это акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо в обмен. То есть в классике, конечно, сейчас товар – деньги, ну и может быть такое, что и товар – товар. Сделка – это коммерческий обмен ценностями с целью удовлетворения выгоды взаимной. То есть здесь уже с одной стороны в любом случае будут фигурировать деньги, поскольку это коммерция. Ну и рынок – это место встречи продавца и покупателя. Или говоря более академическим языком, сфера отношений между субъектами экономики. Существует в маркетинге такое понятие, как концепции. Концепция – это система целей и принципов, которая ориентирована на определенный способ деятельности на рынке и достижение целых целей предприятия. Всего выделяют пять основных концепций. Первая концепция – производственная. Основной объект внимания в этой концепции – это совершенствование производства. Почему? Потому что суть концепции заключается в следующем. Товар будет продан, если он максимально доступен для клиентов. То есть эта концепция начинает работать, когда в экономике наблюдается определенный спад. Доходы населения снижаются. Человек старается найти товар подешевле и по более доступной цене. Соответственно, здесь маркетолог должен принять решение, что товар нужно стандартизировать. Его себестоимость необходимо очень сильно опускать, стремиться. Это поведет к снижению цены. Ну и плюс массовость. То есть товар должен быть расположен, представлен везде, повсеместно. Товарная концепция. Основной объект внимания здесь – товар с наивысшим качеством. А суть концепции заключается в том, что человек будет стремиться приобрести товар как можно более лучшего качества. Ну и соответственно он готов за него доплатить или даже переплатить. Работать эта концепция начинает только в том случае, когда в экономике наблюдается подъем, доходы населения растут. Проще говоря, у людей появляется все больше и больше лишних денег. Соответственно, аппетит человека и в целом рынок начинает расти. И человек начинает делать выбор в пользу более дорогих товаров. Ну проще говоря, приводя наш пример, люди станут пересаживаться с автомобилей, допустим, Lada и Kia на автомобили Mercedes BMW. Сбытовая концепция. Основной объект внимания – это процесс продаж. А суть концепции заключается в том, что товар будет продан, если к его сбыту приложить максимальное усилие. То есть у вас хороший товар, он обладает хорошими качествами, свойствами, полезными качествами, свойствами. И ваша задача – донести всю эту информацию до рынка, задействуя различные каналы коммуникации. Реклама на билбордах по городу, наружнее, допустим, телереклама, радиореклама, листовки в подъездах, вкладыши в двери, таргетированная реклама в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. Люди видят, людям интересно, они начинают приобретать этот товар. Пробуют и, конечно, после того, как попробовали, если их все устраивает, они будут продолжать приобретать этот товар или, проще говоря, возвращаться к вам. Четвертая концепция – маркетинг-микс. Маркетинг-микс состоит из 4P – продукт, цена, продвижение, распространение. Хороший маркетолог умеет пользоваться этим самым маркетинг-миксом. Он понимает, какой продукт он предлагает рынку и какие потребности этот продукт удовлетворяет. Исходя из понимания своей целевой аудитории, он определяет правильную цену для своего продукта. Понимая, какая цена у его продукта и кто его аудитория, он понимает, через какие каналы коммуникации лучше всего общаться с аудиторией и рассказывать про свой продукт. И понимая все предыдущие три этапа пункта, он четко понимает, где должен находиться товар для доступности потребителям. В каких магазинах, на каких рынках, на каких площадках и так далее. И суть концепции заключается в следующем. Ориентация идет на нужды и потребности клиента. Рынку не предлагается товар, который клиент не знает и который не удовлетворит ни одну потребность клиента. Пятая концепция – социально-этичного маркетинга. Сочетание учетов интересов производителей, потребителей и общества в целом являются основой объекта внимания данной концепции. Помимо двух сторон в виде производителя и потребителя появляется третья сторона – общество. Соответственно, должен соблюдаться баланс трех факторов – прибыль фирмы, покупательские потребности и интересы общества. И суть концепции заключается в том, что качественный товар будет пользоваться спросом, если он соответствует неэкономическим, общественным потребностям – экология, безопасность и так далее. К примеру, что это значит? Предположим, у вас своя кофейня и вы подаете кофе на вынос бумажных стаканчиков. Но при этом вы заявляете, что ваш бумажный стаканчик из вашей кофейни разлагается не 3-4-6 месяцев, а, допустим, за две недели. Общество это проверит, общество в это поверит, и, конечно, вы получите поддержку обществу в целом. Почему? Потому что вы не соврали и вы заботитесь об экологии и защите окружающей среды. Это и есть концепция социально-этичного маркетинга. На этом все. Спасибо за внимание. А пока попробуйте ответить на ряд вопросов. Первое. Что такое концепция маркетинга? Второе. Какие базовые потребности есть у человека? И третье. Что такое маркетинг-пункс? Субтитры создавал DimaTorzok